Здравствуйте! Это программа «Квадратный метр» и ее ведущий Василий Попов. Я знакомлю вас с самым интересным в области строительства, ремонта и обустойства жилья. Смотрите сегодня в выпуске. Как можно правильно покрасить любую металлическую поверхность, дверь входной, гаражные ворота. После завершения работы необходимо баллончик перевернуть и нажатием на клапан дать выйти к сжатому газу. Очередная выставка лесопромышленных достижений в столице Коби. Сегодня я и мастер по отделочным работам расскажем вам, что нужно делать, если поверхность вашей входной двери пришла в негодность. Отдавать ее специалистам по ремонту или красить самостоятельно. Володя, расскажи нам сегодня, пожалуйста, как можно правильно покрасить любую металлическую поверхность, дверь входной, гаражные ворота, так, чтобы не осталось никаких разводов, чтобы краска ложилась ровно на такую поверхность. Предположим, металлические двери, металлические какие-то поверхности, ворота, металл сам по себе не особо впитывающий материал. Допустим, мы не добиваемся такого эффекта равномерного при покраске, допустим, валиком, кисточкой, как, допустим, деревянную поверхность. Деревянная поверхность впитывает, и мы можем достаточно равномерно разнести краску. А на металлической краске либо стекает, либо она как-то разводами становится. Поэтому для того, чтобы красить большие поверхности, как двери, ворота, то желательно использовать специальный пульверизатор с компрессором. В этом случае при надлежащем подходе к работе, при знании некоторых нюансов, можно достичь довольно-таки идеальной поверхности. Валиком либо кисточкой можно покрывать небольшие поверхности, то есть, допустим, те же самые косяки дверные, что-то небольшое, незначительное, петли. Часто на дверях бывает такой эффект, как вот в данном случае шагрейн, да? Это зависит от краски или от того, от способа ее нанесения? Допустим, данный вид краски шагрейн, да, он наносится нежидким способом. Сама по себе краска – это порошок. Дверь покрывается каким образом этой краской? Она помещается в специализованную камеру, которая свое электрическое поле, которая электризуется, туда напылением порошок набрасывается. Равномерно он по всей поверхности ложится на дверь, и после этого дверь загоняют в печь высокотемпературную, где эта краска спекается и уже превращается вот в данный вид покрытия. Естественно, добиться такого результата в бытовых условиях практически невозможно. Сколько магазинов, сколько мы опрашивали специалистов, они говорят, что такой краски нет. Есть похожая краска молоткового эффекта. Допустим, если человеку устроят, то поверхность необходимо будет также немножко зашкурить, чтобы убрать глянец, который у нас будет отражать непосредственно саму краску, отталкивать. Потому что данный вид краски пожаростойкий, то есть он не обгорает. Вот, и также отталкивает все воздействия, которые возможны. Обезжирить обязательно, вот, обеспылить. Вот, и после этого покрыть грунтовкой. Желательно грунтовкой, которая у нас шлифуется. Здесь специальная грунтовка продается, которая имеет возможность шлифоваться. Вот, добивается более-менее ровный результат, чтобы скрыть саму шагрень, и после этого уже наносится непосредственно та краска, которая вам нужна. Если дверь на гарантии, могут предоставить такую услугу, как ремонт двери с таким эффектом. У них есть возможности красить уже вот именно так? Или такого нет у нас в городе, скажем так? Специализированные магазины, которые действительно продают дверь, они долго не занимаются уже, которые являются официальными представителями завода. Не просто перекупщины купили, купили и продали, вот, а непосредственно официальные представители. Вот, да, они могут и по гарантии, и после гарантии вашу дверь забрать, отправить ее на завод, и ее восстанавливают точно в таком же виде, как она у вас была во время покупки. Вот, то есть, также восстанавливают полностью дверь. Даже по желанию могут, если дверь у вас стоит на улице, на нее воздействие солнца, дождя, и, естественно, вода камни точит, и то же самое она делает и с краской. Вот, есть такая, появилась новая грунтовка, она на основе цинка идет. То есть, сначала убирается все старое покрытие, уже непосредственно в том же самом заводе, оцинкуется вся дверь и уже открывается краской. Стоит ли отправлять дверь на такой ремонт, это, может быть, станет по цене очень дорого. Может быть, самому действительно покрасить? Если у вас есть выбор между тем, чтобы отправить на завод, либо самому покрасить, то лучше отправить на завод. В этом случае вы, по крайней мере, не напортачите ничего. Вот, а если уже взялись красить, то либо вызвать специалистов, которые здесь занимаются у нас этим делом, если вы никогда раньше этого не делали. Вот, либо же на свой страх и риск брать и красить свою дверь. Что мы и пробуем делать? Начинаем ремонт входной двери сами. Естественно, нужно изначально убрать всю грязь с нашей двери, вычистить все, что у нас нападало, накапало, чтобы все было чисто. К компрессору продуть все недоступные места, чтобы также убрать пыль. Для работы с краской нам необходимо будет использовать средства защиты. Это перчатки, очки и респиратор. Респиратор лучше брать специализированный, специально для покрасочных работ. Данный вот респиратор, он широкого спектра действия. Потому что краска для дыхания, она очень вредна и желательно все-таки не экономить на здоровье. И, естественно, специальную одежду, для того, чтобы не испачкать себя самого всего и ту одежду, в которой вы работаете. Краска, она вечера, она попадает практически везде. С дверного полотна снимаем замки, дверные ручки, глазок или же все закрываем малярным скотчем, обрезая неровные края самоклеющейся бумаги. Какая должна быть у нас использоваться краска в данном случае, да, какие бывают все-таки виды для металлических поверхностей? Лучше использовать специализированную краску, которая идет специально для металла. В магазине вам посоветуют, какую лучше, спросить, какая поверхность у вас будет, уличная эта поверхность или в помещении она находится. Естественно, предложат по этому виду краску подходящую. Краска, она бывает, как и в банках продается, в разном литраже, также ее заправляют в аэрозоле. Вот, но самая лучшая краска, допустим, при использовании для атмосферных каких-то воздействий, которые на двери у нас происходят, лучше использовать автомобильную, потому что добиться заводской покраски в бытовых условиях невозможно. Многие говорят, что посмотрят, прогрунтуют двери, скажут, в принципе, хороший цвет, я вот так и оставлю. Но грунтовка, она идет сама по себе, грунтовка, она не идет атмосферостойкая. То есть со временем она может... Да, она может либо потрескаться, вымываться, да, это, ну, сыпаться-то вряд ли, потому что она впитывается в металл, то есть составляется, она должна составить одно целое. Вот, потерять свой цвет, она может выгореть, вот, а уже поверхностная краска, которая сверху покрывается на грунтовку, она сцепляется мощно с грунтовкой и уже она атмосферостойкая, лучи солнечные на нее не так воздействуют.